Музыка А Барбусик Черный Носик стал на дудочке играть Геннадий Петрович, добрый вечер Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Ребенку 14 лет, заметил он, что чухается у него задний проход И кал у него как бы поеденный И заметил этих глистов мелких Подскажите, пожалуйста, что делать? Ну что, вы слышали Как раз-то есть проблема Надо искать выход И я вспоминаю свою дочь Примерно такой же возраст Лето Пошли купаться Я как глянул А у нее По спине Целое созвездие прыщей Знаете, вот так От лопаток до Самой поясницы Я так Ёкарный бабай Да ты гниешь заживо Ну-ка, быстрее керосин пить Буквально такие недельки Через полторы Дальше ж мы купаемся Ну смотри на мою спину Никаких прыщей нету И я ей говорю Слушай, доча моя Любимая, родная Теперь, чтобы не быть Керосиновой лампой Постарайся поменьше Жевать разной дряни Которая Размножает гноероидную инфекцию В данном случае В данном случае Я сразу же Вспоминаю еще себя У меня довольно-таки Долго Острицы водились Уже и в зрелом возрасте Я думаю, лет 50 там С лишним Так, нет-нет, да Позуживало там Ну что Хотим Руки грязные И так далее То есть Листами И вообще паразитами Заражение идет Постоянно Постоянно Вы знаете Мне очень здорово В этом отношении Не только с Такими там Паразитами А и Микропаразитами Например там Герпес Еще там Гноеродная инфекция Прочее, прочее, прочее Вот вы видите Мое лицо Мои руки Особо у меня И прыщей нету И даже на теле Там, где раньше Там и бывали Исчезло Это помог Тмин Тмин я употребляю Так Беру примерно Одну пятую Чайную ложечку Раньше Вот когда Только начал Я брал больше Практически даже Целую чайную ложку Без верха В рот ее С утра И Запивал Не жевать Ничего не надо Тмин Проходит по желудочно-кишечному тракту То есть он прошел через желудок И начинает Отдавать Все свои Вот эти вот Вещества Которые там имеются Летучие А если вы Интересно Разживете Семечку тмина Тмин можно взять Этот Египетский Тмин Наш Среднеазиатский Он называется Зира Если вы его Разживете То Вкус Ну и вот Эти летучие Вещества Будут Один к одному Как у Керосина Вот точно Можете Проделать Этик эксперимент И кстати Сейчас Когда вот такая Погода Сырая Везде Эти вирусы И так далее Вы с собой Берите Немножечко Отмина И всего лишь Навсего Так вот Общаясь С сослуживцами Гуляя на улице И мы Знаете Волей-неволей Там в метро Кто там Кто в автобусе В магазин Заходим Естественно То есть Общаемся С людьми И Получаем От них Какие-то Бациллы Там вирусы И прочее Вы буквально Как будто бы Жуете Жевательную резинку Только вы Семечко Одно семечко Достаточно Одно семечко Раз Разжевали Сразу чувствуете Такая свежесть Такой вот Этот специфический Значит запах Ну в отличие от керосина Как-то знаете Не держится Так Не Икается То есть Вы обеззараживаете Вот эту вот Область Область Глав Носок Лодки Это очень хорошо Защита И так примерно Грубо говоря Ну Каждые два часа А если побыли В народе Значит И Заходите в магазин Взяли там Жуете Вышли Там еще одну Разжевали Да и хорошо То есть Вот такая вот вещь Микропаразиты И прочие паразиты Это постоянно У нас бывает Согласно ВОЗу ВОЗу Вы знаете ВОЗ Такая организация Хитрая У нас есть В течение года Каждый Второй Так или иначе Болеет Разного рода Паразитами В том числе Даже Листами И Наиболее Это часто бывает Если в доме Еще есть Домашние Животные Хотим мы Того или нет Значит У нас тоже Котики есть Мы как-то Миримся Все это нормально Ну Чтобы Примерно Понимали Знали Что Что И как Помимо Мытых Рук Мытых Там Мощей Свежих Что С животными Тоже Надо Так сказать Общаться И Вот Такая Проблема Ну Начнем Решать Проблему Которого Нам Задано Значит Прием Семян Тмина С утра Принимаем Семена Тмина В тонком Кишечнике В желудке Они немножечко Разбрекают В Двенадцатиперстной Кишке Уже Побольше И пошло Пошло По тонкому Кишечнику В толстом Кишечнике Вообще Там Они Отдают Свои Все эти Фитонциды И так далее И Так или иначе Они Это Мое мнение Они Значит Нормализуют Нашу Микрофлору То есть Я стал Себя Лично Чувствовать Значительно Лучше Нормализуют Микрофлору Раз И Также За счет Своего Вот этого Духа Начинают Потихоньку Гнать Слизь Из организма Улучшают Пищеварение Рыхлят Пищу И в том числе И действуют Неблагоприятно На глисток То есть У них Нету Там Знаете Идеальных Условий Если мы Ничего не делаем Потому что Если принимать Керосин То керосин Как правило До тонкого Кишечника А тем более До толстого Не доходит Хотя Я помню Такой случай Когда я принимал Где-то Две Чайные Примерно Ложки Керосина Он проходил Насквозь И думаю Что такое У меня Анус Живет А там Керосин Прошел Ну Нам же Не надо Постоянно Быть Керосиновой Лампой Поэтому Мы Используем Тмин И тмин Я использую Постоянно За счет Этого У меня Более Менее Нормальная Микрофлора Значит Да Вот эти Микропаразиты Типа Герпеса И прочее Прочее Там еще Они имеются Но Все так Придавлено Что я практически Это не ощущаю Листов Тоже Я особо Не ощущаю Хотя Знаете Вот такие Вот простые вещи Если вы Будете прощупывать Себя Вокруг Пупочка А там Как раз Скрепится Или Сосредотачивается Так сказать Аскариды То там Будет Значит Болеть В некоторых Случаах Даже Прикосновение К пупку Вызывает Боль Из-за того Что там Находится Значит Вот этого Разного Рода Аскариды Так вот Значит От Вот этих Астриц Маленьких Очень хорошо Будет Работать Тмин Далее Знаете Можно Конечно Разные Там Препараты Использовать И прочее Прочее Ну Можно Использовать Да Но Важно Понимать Чтобы Вот То что вы Используете Оказывало На ваш Организм Минимальный Вред А На Организм Значит Вот этих Паразитов Которые Находятся Максимальный Вы можете Использовать Тыквенные Семечки Сейчас Я вот Зашел Там В магазинчик Вижу Орешки Фундук Лущеные Смотрю Лущеные Семечки Эти самые Тыквенные Ну Тыквенные Семечки Естественные Глистогонные Средства Пожалуйста Используйте Их Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Вот И все Это Дело Пойдет Да И еще И еще Значит Вот такая Особенность Как раз Разговаривая С этой Женщиной Речь Дошла О карасине О карасине Что она Говорит Ой Знаете Что с моим Сыном Была Такая Аллергическая Реакция Вот такая Аллергическая Реакция Он весь Покрылся Там Сыпью Еще Там Чем-то Непонятным Просто Можно так Сказать Жуть И вот Вот тут Надо правильно Оценивать А что ж Это было Оказывается Это мое мнение От керозина Вот эта дрянь Изнутри Полезла наружу Через кожу То есть Настолько Много Потому что Она еще Рассказывает Вот зайдешь В туалет После сына И вонь Стоит То есть Там Капитально Изменилась Микрофлора Уже Все это Вот В организме И налаживать Ее В некоторых Случаах Очень И очень Сложно Но Но все это Можно сделать Все это Можно сделать Если вы чувствуете Что пошла Какая-то Реакция Это говорит О том Что Именно Когда вы Применяете Противопаразитальные Средства Допустим Тройчатку Применяете Или еще Там что-то Такое Что это Полезла Вот эта Ерунда И в некоторых Случаах Как я вам Рассказывал У женщины Был лишай На руке В детстве И вроде Как его Вылечили А лишай На самом деле Как и грибок На ногах Он уходит Внутри Внутрь Улез И там Потихонечку Развивается Развивается И ждет Момента Когда бы Сделать Плодовое Тело С разного Рода Вот этими Как бы сказать Метастазами То есть если рак Вот так вот Берется И там Метастазы Пошли Это вот Плодовое Тело От которого Идут Вот эти Метастазы Чтобы дальше Значит В те места Где можно Где можно Значит Питаться И как правило Так как у нас В костях Костный мозг Продуцирует Все эти Знаете Новенькие Клетки Для обновления Организма Так называемые Стволовые Он лезет туда У кости Почему у кости Что там делать Оказывается Да там фабрика По обновлению Организма И сам Ценный материал Поэтому он туда и лезет Вот Чтоб вы Так немножечко Понимали Так вот Когда начинает Все это Значит Протравливать Все эту ерунду Он начинает Бежать И вот Эта женщина Она Начала употреблять Дегтярную Воду О дегтярной Воде Вы можете Почитать Мои книги Лечение Керосином Тодикампом И другими Углеродистыми Соединениями Там этот случай Я писал Так вот Она говорит Месяца 2-3 Кстати Это я сам слышал Она приходила К нам на передачу Была покрыта Накоростой Выходила Вот эта вся День Представляете Насколько Это все Может у вас быть В организме Насколько Жить себе Припевать Ну и естественно Вы будете Ощущать Там упадок силы Еще какие-то там Еще какие-то там Знаете Эти вещи Ну в зависимости От того Как она там Прорастет Ну так Более-менее Жить И не подозревайте Что вас Там уже давно Колонизировали Как знаете Планету И Посасывает Вот Чтобы вы Были к этому Готовы А после После Она показала Свою кожу Кожа Знаете Но Я редко Такую кожу Вообще В жизни Встречал Я встречал Разов в 5 Наверное За всю жизнь Такую кожу Вот Чтобы вы были готовы Так вот Значит Немножечко Так сказать Вернемся К нашему Значит Подростку Это Употреблять Ежедневно Тмин Просто глотать И следить Как только Штул Становится Знаете Высыхает Потому что Тмин Содержит Так Скажем Огненной энергии И он слегка Подсушивает Организм То есть Он его Активирует Но Чрезмерная Активация Приходит К тому Что Стул Начинает Сушиться И Может возникнуть Запор Вы По стулу Определяете Ага Значит Появились там Кожи Какашки Значит Дозировочку Снижаем Или прекращаем На 2-3 дня Прекратили А потом С меньшего Количества Начинаем Далее Значит Вот Естественные Средства Которые гонят Разного рода Паразитов Это Тыквенные Семечки Тыквенные Семечки Полученные Раз Там Съели Грубо говоря Там Столовую Ложечку Две Две Столовую Ложечку Так Сами Прожевали Все Это Там В течение Дня Да и Нормально Ну и Конечно Обратите Внимание На питание Если Вы Пищу Запиваете Вот Знаете Я Смотрю На Некоторых Людей Они Там Взяли Грубо говоря Булочку Коржик Там Вкусно Там Еще Что-то Такое И Просто Напросто И Вместо Того Чтобы Прожевать Значит Смочить Слюно Чтоб Все Хорошо Было Так Это Сама Чтоб Все Пищеварение Нормально Они Ее Проталкивают Они Кофе Чай Компот Вода Все Запивают Туда Проталкнули Там Само Это Само По действиям Дрожжей Содержащихся В этом же Хлебе Она Там Забродит И Все Мол Само Там Разберется А Не Тут Там Было Все Это Как Раз Служит Кормом Для Развития Разного Рода Микрофлоры Не Той Которая Нужна В результате И вонь Такая Стоит В туалете То Есть Мы Превратили Свой Организм В Помойку Которая Уже Воняет Которую Знаете Вот Эти Бактерии Уже Крызут Там Изнутри Раз Это Само По крови Там По всему Организму Расцеляются И творят Творят Такие вещи То есть Обратите На это Внимание Итак Значит Я вам Рассказал Про тмин Я вам Рассказал Про Тыквенные Семечки Естественно Проверенное Средство Это Применение Тройчатки И других Средств Которые Описаны У меня В книге Жизнь Жизнь Без Паразитов Прекрасная Работа Бесплатно Выставлено Можете Читать В электронном Виде Используют Опять таки Если у вас Возникнут Вот эти Осложнения Какие-то Это говорит о том Что это Заработало И в том Или ином Месте У некоторых Людей Знаете Вот здесь Очень много Разного Рода Микропаразитов Здесь Аж Краснеет Будет Как бы сказать Обострение Потом они пройдут Это вот Как раз Эффект того Что это Тройчатка И прочие Там Противопаразитарные Средства Значит Работает То есть От всего этого Можно Значит Избавляться Я примерно Рассказал И ссылаюсь На свою Книгу И Теперь Пойдем Дальше В разговоре С этой женщиной Был такой Задан вопрос А вот Есть Клиники В которых Гонят Паразитов Ну Я Говорю Ну Что они Используют Они используют Все те же Травки Все те же Средства Либо же Лекарства Которые Находятся В свободном Доступе Но вот Одна Особенность Особенность Того Что Допустим Цикл развития Аскориды В организме Человека 90 дней Вы приехали Грубо говоря Пускай там Две недели Пробыли Или неделю Пробыли Вас значит Протравили Вот этими там Паразитами Ваш организм Что-то вышло Что-то не вышло Но Значит Вы Где-то Выгнали Все это дело Из Кишечника А оказывается Личинки Аскориды Они живут В легких Если у вас Частые Простуды Какие-то Бронхолегочные Заболевания Вроде бы Вы там и питаетесь Нормально То есть Все 5-10 Здоровый образ жизни Это соблюдаете А вот это Вот есть Раз вот это Вот есть Это говорит О том О том Что находятся Вот эти вот Паразиты Развивающиеся В легких А в легких Вы их особо Не достанете То есть Обычные Противопаразитарные Средствами Вы их Не достанете И получается Вы пролечились Там все Вам Даже могут Сделать анализы Показать Та-та-та-та-та Отстегнули Денежки Приехали Потом Что-то Опять Грубо говоря То же самое Еще разок скажу Цикл Паразитов Аскариды 90 дней Поэтому В течение 90 дней Надо Курсами Курсами Применять Соответствующие Противопаразитарные Средства Тоже Тройчатку Допустим Можно Керосин Не обязательно Его через Зурет Вы можете Спунжик Спунжик Хрюнджик Мунжик Да знаете Вот этот Диск Этот Ватный Намочили Его Керосин Так Это Самое Слегка Слегка Чтоб Ничего Не Текло На Пяточку Только Раз Сверху Целлофановый Пакетик Сверху Носочек И Все И Оставили Часть Ка На Два На Три Пускай Пока Он Там Не Высохнет И Через Пяточку Все Это У вас Войдет Знаете Без А то Вы все Привыкли Тянуть Через Род Войдет В кровь И будет Там Действовать Соответствующим Омотом Вот Можете Значит Вот так Вот поступать Либо же Зная Что Цикл Размножения Гельминтов Это В основном Осень И Весна Вот Этот Лякотный Такой Сезон Когда Дождей Идут Вот Ну Вот Как Сейчас Вы Можете Профилактически Начинать Только Раз Почистить Себя От Паразитиков От Паразитиков Почистили Недельки Две Три Попринимали Такие Дозы Ну Чтоб Вам Было Нормальненько Ну Короче Все Эти Дозы Там Указаны Если Ребенок Допустим Ребенок 14 лет Значит Вы Берете Половинную Дозу Половинную И Потребляете Если Вы Видите Что Пошло Обострение То есть Вот Эта Зараза Полезла Из вас Он Как У Эдуарда Посмотрите Видосики Начали Там Чистить Печень И И Используют Эти Травы Которые Гонят Слиз Вот Этот Грибок Паразитов Этот Грибок Побежал Через Ноги Как Он И Влез Вот Как Он Влез Через Через Ноги Через Значит Так Он Стал И Вылазить Поэтому Тут Вы Должны Проявить Понимание И Терпение А Что Делать Ну Либо Оставляйте Все Это Пусть Она Там У вас Вот Я бы Хотел Сказать По поводу Лечения От паразитов Значит Атостриц Вот Вот такие Вот простые Значит Средства Да Вообще Тройчатка Действует На большинство Значит Этих Паразитов Ну И Профилактически Используйте Такие Продукты Которые Вот Помимо Питания Они Еще Действуют На Паразитов Кстати По-моему Хурма Действует На Паразитов Хурму Съели Спелая Вкусная Сочная Она Видите Подтравливает В течение В течение Будем Говорить Дня Там На Обед Или Там На Ужин Употребляйте Лучок Чесночок Не без Того Проглотить Можно Черного Перца Там Вот Это Горошиночку Да Тоже Будет Нормально Действовать Гвоздика Гвоздика Великолепно Вот Важно Ее Применять Так Чтоб Она Не Действовала На Желудок Ну Все Там Рассказано То То есть Порошок Гвоздики В Хлебный Мякость Заматываете У вас Получается Такая Горошинка Только Раз Проглотили Там Запили Чем Нибудь Пошло Поехало То есть Так Можно Полынь Применять Использовать В виде Горошинки Использовать Гвоздику Использовать Там Другую Травку Полынь Гвоздика Там Нуксен Нуксен Это Спиртовая Настойка На Зеленых Грецких Орехах Либо Тодикал Это На Керосине Ну И Следить За собой Помнить Что Можно Со здорового Состояния Перейти На Предболезнь И вот Тут На Состоянии Предболезни Надо Применить Как бы Все Усилия Понимания И Серьезность Вот Этого Вопроса Для того Чтобы Его Решить Противно Сладь Предболезнь Переходит Хроническую Стадию И Пошло Поехало И Люди Мирятся С ней Ну Вот Надо Деньги Заработать Надо То Сделать Надо Все Сделать А Потом Даже Вот Это И Заработать А А Жизнь И Невозможно В Теле Насквозь Прогнившим Ут Паразитов Грибков Герпеса Гельминтов Слизи И Прочее 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 То есть Не доводите Себя До Таких Состояний Когда Знаете Уже Трудно Что-то Решить И Надо Какие-то Кардинальные Действия Применовать Как С Голоданием Сергей Все Это Делает И Думает Что Одним Голоданием Решишь Нет Одним Голоданием Не Решишь Начинается После Голода Жизнь И Вот Тут То Надо Самодисциплина Понимание И Воля Для того Чтобы Все Это Притворить Здоровый Образ Жизни И Жить Ну Примерно Вот так Вот Я вам Рассказал Так что Будьте Мудры И Не доводите Себя До Таких Вещей Так Вот Немножечко Поговорим О Благотворительности Все Рассказывается Проявляйте Свою благотворительность Щедрость Какую вы можете Сделать С уважением И пожеланием Доброго здоровья Есть Особый День В году Наступает Темноту Новым годом Он зовется И Всех Людей Дается Шелестят Конфет Отвертки Там Мандарин Стоит И Наряженная Ёлка Огоньками Нас Манит Веселись 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 Нарав Наступает Наступает Новый Новый Год Он Врач Он Нам Несет Он По Таргер Раздает Радостей Легко Влачет Это Новый Новый Год Снова Детство К нам Вернулось Волшек Лам И Жар Дождем И Почек В коне Бакалов Хоть и Счастье В каждый Дом Веселись 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 Нарав Наступает Новый Новый Год Он Знаю Наступает Наступает Новый 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 Год Наступает 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 Продолжение следует...